Ниже. Чуть-чуть выдвинуть нужно будет. Чуть-чуть. Пожалуйста, тенор. Еще раз. Еще раз внимательно. Хорошо. Дашенька. Не около себя мы направляем воздушную струю, и мы настраиваемся на том нюансе, над которым мы будем играть. Желательно, чтобы это было мецо-мецо-форто. Сразу активный звук. Чуть-чуть повыше сделай, пожалуйста. Точнее, атаку первую. Два льта, пожалуйста. Спасибо. Давайте попробуем. Чуть-чуть движения. До конца дыхали, видите? До конца дыхали. Вертикально. Спасибо. Вот нисходящее движение, пожалуйста. Это такт у нас получается 13-й, только саксофоны. С 13-го такта мы начинаем играть. Готовы? Нашли? 13-й такт. Три, четыре. Еще раз. Сейчас была хорошая вертикаль, и было движение. Ноты только нужно правильно. Еще раз. Три, четыре. Молодцы. Обратите внимание, сейчас сыграет Альфия одна. У нее звуковедение более наполненное, потому что у нее одна из четверти представлена восьмыми. Пожалуйста, сыграй. Да, вот этот голос должен на эту долю, на четвертую долю более активным. Несмотря на то, что динамический у нас уход, чуть-чуть активнее проартикулировать это движение. Еще раз вместе. Три, четыре. Хорошо, дальше. Не попали? Не просчитались? Еще раз. Начнем тогда с 12-го такта вместе с темой. Три, четыре. Вибратор. Раз. Отпустить звук. Пьяно, но понятное пьяно. Спасибо. Мне не хватает от вас такой дышащей фразы. То есть должно быть наполнение и должно быть дыхание внутри фразы. Вот у вас есть так называемая вилочка крещендо-деминуэндо. Вот немножко больше насытить звуком нужно и сделать уход. Только саксофоны. 17-й такт, пожалуйста. А здесь я хотел ваше внимание обратить на то, что в 18-м такте нужно до конца довести половинку, у кого половинка с точкой. Не раньше сбрасывая звук. Понятно? Итак, 17-й. Три, четыре. Ведем, ведем. Спасибо. Вот сейчас ваше внимание было заостренено на это. Получилось красиво. Еще раз. Три, четыре. Три и четыре. Дальше. Молодцы. Сидеть больше. Три, четыре. Тише. Да, фортепиано с нами. Спасибо. Сейчас немножко интенсионно. Спасибо большое. Интенсионно в 23-м такте есть определенные проблемки. Давайте сыграем восьмушечки к 24-му такту. Без разрешения. Пока только в доминантовый звук мы выпадаем. То есть в первую половину такта. Раз, два, три. Сто. Да, до. Нет, до держим. Да. Движение вверх, значит аппарат должен чуть-чуть вниз больше сработать. Иначе вы движетесь вверх, начинаете больше прижимать, интенсионно нота улетает выше. Еще раз прямо из-за такта мы вступаем к 24-му такту. Раз, два, внимание, три. Очень фальшиво. Только саксофоны. Прямо 23-й такт вдоль. Три, четыре. Услышьте меня, пожалуйста. 24-й такт вдоль играем. Да? 23-й такт. 23-й, извините. 23-й такт. Три, четыре. Без первого вольта. Три, четыре. Без второго вольта. Первый вольт с тенором играет. Три, четыре. В сто раз чище. Без второго вольта. Первый вольт с тенором играет. Три, четыре. Мы не просто закрываем глагол клапана, мы еще внутренне интонируем. Внутреннее интонирование – это очень важная составляющая при исполнении. Нужно сымитировать, как бы предуслышать, предслышать тот звук, в который ты попадаешь. Пробуем. Первый вольт с тенором. 23-й, три, четыре. Берем второго вольта с собой. Да. Три, четыре. Три, четыре. Ну, лучше, чем было, но пока не идеально. Итак, вместе играем. Сейчас три восьмые из-за такта к 23-му такту. Раз, два, три. Теншин. Не выходим из состояния музыки. Образа. Теншин. Тебрин. Светлей звук, светлее. Больше. Отчеткнуто. Не понял, я немножко, кто-то из заполнения вышел. Грязь была у нас. Опять у нас получается, мы сейчас с вами сыграем полтора такта до 32. Раз, два. Здесь твоя задача на восьмых не спрятаться, а показать это звуковедение. Вот эти восьмушки, конечно, это у детственной, у кого, это у тебя есть. Если мы этот голос не слышим, у нас провал в мелодике получается. Еще раз. Раз, два. Звук дырки направляйте. Баланс. Слушаем друг друга. Баланс. 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 Извините, переход сыграем от проигрыша фортепьяно. Баланс. 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 Вот таким образом. Сейчас гораздо интереснее, чем на предыдущей репетиции. Надеюсь, у нас еще будет время с вами переиграть. И этот номер мы хотели бы, я так думаю, иметь возможность исполнить на закрытии нашей творческой школы. Спасибо. Да я повыше сейчас эту трусочку поставлю. Проверь, насколько удобно или неудобно. Значит, нужно попробовать, в принципе, если есть возможность, другую трусочку, которая чуть-чуть тяжелее, чуть плотнее, чтобы звук был. Из-за этого, возможно, иногда погрешность, что трость очень легкая. Не снизу и сверху надо зажимать, а удерживать по всему радиусу. Плюс. Сейчас. Какие мышцы больше цены? Да, 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 да. Давай, пожалуйста. Попробуем со струнами подстроить. Еще. Да, пожалуйста. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дальше молодец Спасибо. Единственное, все мне нравится, я не согласен, когда подсекают звуки. Я уже об этом говорил. То есть первая нота, восьмая, си, ля не даже подсекаются. Не надо сокращать этот звук. Прям начнем девочку из-за такта. Не в себя, а отпустить вперед. Одна сыграй, чтобы не быть скованной. Ага, вместе сыграем. Сейчас лучше было. Думай об этом. Раз, два, три. Не подсекай звуки форта. Не зажимайся только. Чуть свободнее в теле. А здесь опять та же история. С точки зрения стилистики сразу выпадает из общей картины. Еще раз, тема. Ага, спасибо. Спасибо, что сейчас к этому эпизоду вернусь. Во-первых, хотел бы тебя похвалить. Здесь достаточно четко артикулированное движение. Хорошая пульсация в шестнадцатых. Это мне нравится. Понимание того, как развивается мелодия. Тоже замечательно. Ты сейчас ждешь. Что же он скажет плохого? Нет, я плохого ничего не скажу. Скажу, на что обратить внимание. Моторика сама по себе хорошая. В пальцах движение. Но прогибаются пальчики. Нет четкого другообразного позиции в пальцах. Понятно, что в быстрой музыке этого сложно добиться, сразу исправить. Но, тем не менее, на будущее обрати на это внимание. В левой руке фаланги пальцев прогибаются в противоположную сторону. А в целом, этот эпизод был очень даже добротно с игрой на тобой. Мы прям даже не будем его повторять. Дальше пойдем. Ваш проигрыш. Да. Или давайте так, переходик сыграем вот отсюда, если можно. Один момент только. Еще раз этот эпизод сыграем. Мы должны закончить на высшей точке. На восклицательном знаке. Это не значит, что нужно кричать. Кстати, я хотел еще обратить внимание, чтобы ты не сильно открывала звук. Наполняла звуком инструмент, но удерживала форму звука. Хорошо? Еще раз с того же места, с которого мы только что начинали. Молодец. Еще раз прощу прощения. Мне понравилось. Хотелось бы, чтобы мы сейчас зафиксировали эту позицию. Водушевленную, возвышенную, торжественную в окончании фразы. Пожалуйста. Играет музыка Играет музыка Иногда в старой музыке авторы давали возможность исполнителям самим проявить свой творческий потенциал, раскрыть и сыграть собственную каденцию. Поэтому на одни и те же концерты существуют разные каденции. Есть более яркие и востребованные, есть менее востребованные, менее известные. Кто-то из современных исполнителей сам сочиняет. Каким образом играется каденция? Как правило, играется каденция на предыдущий сыгранный материал. Используя тематический план предыдущего. И в этой каденции это безусловно и есть. Давай еще одну дочек сыграем. Только чуточку убедительнее и ярче нужно показать вступление к концерквестеру. Потому что мы, во-первых, первый раз играем сегодня. И вам огромное спасибо. Вы великолепно с нами музицируете. Все нам очень нравится. Пожалуйста. Начало каденции. Ты очень торопишься. Приходишь в первый звук, ты его в фортепиано отзвучал. И ты дальше можешь продолжать, как же звучать. Вот вы пришли в звук. А можно весь ход? Держи. Держи. Понимаешь? Это тоже очень важно. Ты здесь как бы собираешь всю свою мысль. Успеваешь в этот момент продумать, что ты будешь исполнять. Каким образом ты будешь формировать свое исполнение теккаденции. Еще разочек. А, молодец. Пальцы конкретнее с группировки. Пальцы конкретнее с группировки. Пальцы конкретнее с группировки. Компатный Avenue. Наступай! Нет, сейчас секунду. Мы восьмые отпускаем. Мы играем как бы от шестнадцатых к восьмым. У нас не восьмая главная, а две шестнадцатые. Вот ты пришла сюда. Си-до-ре-ми. Мы играем. Та-та-ти, та-та-там, та-та-там. От слабой к сильной доле. Да, совершенно верно. И восьмушку мы не сокращаем, мы ее отпускаем. Что? Нет, ты не согласна? Нет, тяжелая. Я вижу аппарат, нет, я вижу аппарат немножко подустал, потом мы сейчас занимаемся с тобой корректировкой аппарата, но тем не менее попробуем это сделать. Я же не буду ругаться, пожалуйста. Прям три восьмые из-за дак, да? Молодец, слушай. Молодец. Спасибо большое. Очень много было хорошего. И те замечания, которые я тебе сказал, на них стоит обратить внимание. Ты большая молодец, быстро достаточно реагируешь и изменения, они просто на глазах происходят. Надеюсь, мы также дальше в контакте и поработаем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.